Мудрость, мир и смирение. Книга притчей Соломоновых, 15 глава, с 16 по 33 стих. 15. Лучше немногое при страхе Господнем, нежели большое сокровище и при нем тревога. Лучше блюдо зелени и при нем любовь, нежели откормленный бык и при нем ненависть. 16. Пыльчивый человек возбуждает разбежь, а терпеливый утешает разбежь. Путь ленивого, как терновый плетень, а путь праведный, гладкий. 17. Мудрый сын радует отца, а глупый человек пренебрегает мать свою. 18. Глупость – радость для малоумного, а человек разумный идет прямой дорогой. 19. Без совета предприятие расстроится, а при множестве советников они состоятся. 20. Радость человеку в ответе уст его, и как хорошо слово вовремя. 21. Путь жизни мудрого вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу. 22. Дом надменных разорит Господь, а межу вдовы укрепит. 23. Мерзость пред Господом – помышление злых, слова же непорочных угодны ему. 24. Коростолюбивый расстроит дом свой, а ненавидящий подарки будет жить. 25. Сердце праведного обдумывает ответ, а уста нечестивых изрыгает зло. 26. Далек Господь от нечестивых, а молитву праведников слышит. 27. Светлый взгляд радует сердце. 28. Добрая весть уточняет кости. 29. Ухо, внимательное к учению жизни, пребывает между мудрыми. 30. Отвергающие наставления не радеют о своей душе, а кто внимает обличению, тот приобретает разум. 31. Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смирению. 31. Размышления. Часть первая. Путь жизни. Книга притчей Соломоновых, 15 глава, с 16 по 24 стих. 32. Принципы книги притчей учат нас, как жить мудро в мире и смирение перед Господом. 33. Они не гарантируют идеальной жизни согласно стандартам этого мира, но ведут нас по жизни к Богу. 33. Книга притчей всегда дает очень практические советы, но при этом никогда не забывает о Боге и основывается на реальности. 34. Никто не вечер, и каждый однажды будет призван к ответу. 35. Прямой путь непрост, но боящиеся Господа найдут радость и покой даже среди невзгод. 36. Поэтому давайте жить в благочестии, терпении, усердии, и пусть в нашей жизни будет много любви. 36. Каковы ваши жизненные принципы? 37. Принимаете ли вы важные решения по правилам этого мира или основываетесь на том, что есть Бог, которому все подвластно? 37. Размышления. Часть 2. Надменные и нечестивые. Книга притчей Соломоновых. 15. Глава с 25 по 33 стих. В этом мире многие преуспевают, невзирая на свою подлость, грубость, высокомерие, самомнение, жадность или вопиющее нечестие. 37. Когда мы смотрим вокруг, создается впечатление, что хорошие люди приходят к финишу последней. 38. Но задумайтесь, вот над чем. А может, хорошие люди просто участвуют в другой гонке? 39. Хотя надменные и нечестивые порой получают награду на человеческом суде, окончательный суд над ними будут вершить не люди. 40. Судить их будет сам Господь. Он сокрушит надменных и накажет мерзость нечестивых. 41. А потому давайте ходить перед Господем в смирении и почтении. 42. Богу важно, как мы относимся к другим. Поэтому Он повелел нам любить ближнего. 42. Задумайтесь о том, как вы обращаетесь с окружающими. 43. Исполнены ли ваши слова благодати? Несете ли вы благую весть? 43. Молитва. Всемогущий Бог, помоги мне ходить перед тобою со страхом и почтением. 44. Пусть твоя доброта будет моим стандартом любви к ближнему. Пожалуйста, даруй мне мудрость. 45. Чтобы прожить свои дни смирения, радости и довольствия во Христе. 45. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь.